В эфире телеканала ННТ Новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! В начале выпуска по традиции, коротко о главном. Не узнавал мать и бегал с ножом. Задержанный за неадекватное поведение мужчина скончался в отделе полиции. Подробности через минуту. Обвинения против всех беспочвенные. Сергей Меликов посетил Северкокалинский район и встретился с местными жителями. Подробности визита в выпуске. Золотом из Сербии в Дагестан вернулись победители молодежного первенства Европы по вольной борьбе. Следственный комитет Дагестана начал проверку по факту смерти мужчины в здании Советского РОВД. Отметим, что вчера жители района вызвали полицию из-за нарушения общественного порядка. Люди пожаловали, что неизвестно, забрался на крышу и бегал с ножом в руках. Нарядом полиции удалось обезвредить гражданина. Им оказался бывший боец СВО, 48-летний Ахмед. Однако позже стало известно, что мужчина умер в отделе полиции. Что стало причиной такого состояния погибшего, равно как и причиной его смерти, установит соответствующая экспертиза. Мать же погибшего, которая присутствовала при его задержании, заявила, что не имеет претензий к полицейским и не винит их в смерти сына. Они очень долго разговаривали с ним. Какой-то ему парень понравился, он без формы был. Этого привели. С ним они этот самый... Нет. Вот так руку никто не поднял на него. То есть все было сложно. Все спокойно. Зачем? Они как... У меня-то нет, они как мои дети. Зачем такое говорить? Стали известны два эпизода преступной деятельности экс-главы Сергакалинского района. Как сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики, бывший чиновник вместе с гендиректором строительной компании и другими неустановленными лицами, в 2021 году незаконно обратили в собственность организации земельный участок в селе Сергакала. Площадь его составляет 264 квадратных метра с нежилым зданием на нем. Стоимость всего имущества оценивается около 2,5 миллионов рублей. Также по версии следствия, Маров с 2016 по 2022 годы в сговоре с другими людьми фиктивно трудоустроили двух односельчан водителями в редакцию местной газеты и похитили около 700 тысяч рублей. Глава Дагестана впервые после терактов приехал в Сергакалинский район, выходцы которого 23 июня совершили теракты в Махачкале и в Дербенте. Сергей Меликов возложил цветы к монументу погибших при исполнении обязанностей военнослужащих. Также руководитель региона встретился с местными жителями, чтобы выразить им свою поддержку на фоне произошедшего. А сопровождали его депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов и министр внутренних дел Абдурашид Магомедов. Моя коллега Салья Магомедова расскажет более подробно ей слово. Обо всех Сергакалинцах по нескольким боевикам судить нельзя. Пожалуй, таков был лейтмотив всего визита главы Дагестана в Сергакалинский район. В подтверждение этой мысли Сергей Меликов возложил цветы к монументу погибших при исполнении воинских обязанностей. А еще принял участие в открытии мемориальной плиты в честь директора МФЦ Султана Раджабова. Он отдал свою жизнь в боях за Авдеевку в феврале этого года. На открытии присутствовали коллеги, друзья и родственники погибшего бойца. Когда церемония завершилась, отец еще раз подошел к памятной доске, на которой высечено имя сына. После этого поделился воспоминаниями о нем. Был справедливым он. Это я точно могу сказать и гордиться. К сожалению, трагически погиб. Он спрятал в подвал своих ранних друзей, которые вместе были там. А сам посчитал нужным, что должен ответ дать. И выстрелил из гранатомета по танку. Ответ танк тоже выстрелил и завалил все здание. И вот погиб он. О таких людях и нужно помнить, когда речь идет о Сергакалинцах. Смелых, готовых встать на защиту родины и вносящих вклад в развитие общества. Об этом глава Дагестана сказал на встрече с руководством и жителями района в местной администрации. Меликов выразил им поддержку на фоне произошедшего. Могульные обвинения в адрес Дагестана, в адрес Сергакалы, в адрес Сергакалинца. Они абсолютно беспочвенные. И я приехал сюда для того, чтобы сказать вам, мы будем поддерживать вас, как славных представителей того района, который воспитал тех героев, которым мы сегодня возлагали цветы. Здесь же руководитель региона напомнил о другом отважном уроженце Сергакалинского района. 24-летнем сотруднике ДПС Хабибе Алиеве, который был убит во время теракта в Махачкале. Он отказался укрыться от боевиков в доме местного жителя и получил пулю в спину, заслонив с собой людей. Родные полицейского не смогли сдержать слез, слушая о своем сыне и брате. У нас охватывала такая гордость, что многие люди узнали о нашем брате, о моем брате. Узнали, что Сергей Алимович его почерпнул, получается. Охватила такая большая гордость. Я на секунду подумала, он такой скромный был, он очень не любил внимания. Я подумала о том, что если бы он это видел, он бы застеснялся очень. Я даже не представляю, как быть без него, потому что он не всегда был со мной. У нас и маленькая разница совсем год всего. Поэтому очень. Но акцент на недавних терактах все же был сделан. Министр внутренних дел по Дагестану назвал произошедшее упущением всех ответственных в Сергакалинском районе структур. Чиновников, педагогов и представителей местного духовенства. Это прежде всего связано с тем, что мы создаем псевдо, якобы благополучное сообщество. В благополучном сообществе за один день 22 человека не убивают. Поэтому здесь есть огромное упущение, которое, создавая видимость якобы работы, фактически эта работа не проводится. Как оказалось, оценку поведению боевиков дали еще два года назад. Однако реакции на нее не последовало. Говоря об этих ребятах, которые совершили такой теракт, я лично с некоторыми из них сталкивался и имел общение. И эти ребята были еще года полтора-два назад с такими радикальными настроями. Когда мы говорим о таких проблемах, чтобы вовремя реагировать те люди, которые должны реагировать. Работайте с детьми, беседуйте с ними, интересуйтесь их кругом общения, мнениями на различные события, а не только окружайте материальными благами. В таком случае можно будет избежать подобных трагедий, заключили участники встречи. В столицу республики прибыла делегация мусульман из Пензы. В родном городе их обучают Корану и основам ислама имама из Дагестана. Они давно мечтали попасть в Махачкалу и побывать в Муфтияти. В Муфтияти заместитель Муфтия региона Абдулла Салимов провел гостей по отделам духовной организации, показал работу сотрудников и провел беседу в конференц-зале. Гости поблагодарили шейха Ахмада Фанди за огромный вклад в развитие ислама и поддержку мусульманской общины в разных регионах страны. Муфтият администрация устроена таким образом, какой бы ни был у него вопрос, чтобы он нашел ответ. Муфтия Ахмада Фанди за эти 20 и более лет сделал все возможное, чтобы любой мусульманин в республике имел все возможности просвещаться. И к новостям спорта. Золотом из Сербии. В Дагестан вернулись победители молодежного первенства Европы по вольной борьбе. В городе Нови Сад наши спортсмены показали стопроцентный результат, завоевав 4 золотые медали из 4 возможных. Дома чемпионов встречали многочисленные болельщики и наша съемочная группа Курбан Рагимов продолжит. Бурные овации, теплые объятия. Такой большой встречи из борцов не ожидал никто. В Сербии наши вольники были вне конкуренции в четырех весовых категориях. Отличились Саид Сайдулов, Ибрагим Кадиев, Мустафа Малач-Дибиров и Хабиб Дауд Гаджиев. Золотые медали континентального турнира все они завоевали впервые. Честно сказать, первый выезд был, и ко мне тренер позвонил, когда я на сборах был, и говорит, Исмаилович звонит ко мне, и говорит, ты смотри, не мандражируй. Эти слова чуть задели тоже. Я говорю, какой мандражирует, это какие-то сверхъестественные соревнования, что ли. И туда приехали, там Зелимхан Тижинович очень сильно мотивировал, честно сказать, на каждую схватку настраивал. И получилось выиграть, ахамдуллах. Столько людей, вот видите, их подвезти тоже нельзя было. А ты ждал, что приедешь сюда? Нет, честно сказать, я столько не думал, но мы, я, Мустафа, сидели там и говорили, думали, человек 10-15, наверное, 20 максимум будет. И такую толпу видели, вообще в шоке были. Ахамдуллах, тренера хорошие попались, которые работали, настраивали, указывали на ошибки, которые нас тренировали. Думаю, благодаря фенерам, благодаря дисциплине, наверное, и отсутствуют, конечно. Меня ждало, что так много людей придут, честно сказать, что такой будет ажиотаж. Очень приятно. Это мотивирует к еще большим победам. Очень разбит, честно сказать. Я с четвертой попытки на международном старте выиграл. Ахамдуллах, получилось. Очень сильно хотел выиграть и всем доказать, что не только в России могу бороться, но и за границей. Ахамдуллах, получилось у меня. А как, думаешь, за счет чего в этот раз получилось так? Не знаю, желание, настрой. Треждин очень сильно настраивал перед схватками. И у нас не было шанса на ошибку, да. Неужели все так легко прошло, как кажется? Не-не-не, легко было. Каждая схватка тяжелая была. Несмотря на крупный счет, да? Соперники крепкие были. Организация все на лучшем уровне. Понравилось мне. Был один эпизод, где ты 5 баллов набрал, да? Вот это бросок! 5 баллов от Ибрагима Хадеева. 16-16, досрочная победа. Вот это да! Отец заказывал такой бросок. Красивый бросок мужем говорит, один. И пришлось... Посвящаешь его отцу. Да, да, отцу вас еще этот бросок. Отец всегда говорит, красивую борьбу показывает. Поэтому пришлось рискнуть. Радость победы с обладателями золотых наград разделили их родственники, тренеры и одноклубники, а также представители Федерации борьбы Дагестана и главы районов, откуда родом борцы. Ребята хорошо отборолись очень. Не подвели ни себя, ни нас, ни своих личных тренеров. Были готовы к этому. Прошли хорошие сборы. В Кисловодске прошли, в Новогорске прошли. Я очень рад за этих ребят. У этих ребят очень большое будущее. Я думаю, после 2024 года эти ребята себя... В начале 2025 года, начиная с Еринского турнира, они себя проверят тоже поздно. Отличный результат, потому что у нас дагестанская сборная из 4-4 золота. Я считаю, это 100% результат. Ребята, они подвели. Это Кадиев, Мавач Нибиров, мы на них рассчитывали, конечно. Эти ребята, Хабиб 125 и Саид Сайдулов, они были депутанты. Первый раз выезжали, но они доказали, что они чемпионы России. И доказали свой класс. Не растерялись, ни грамм. Видно было, что они хладнокровно свою работу взяли. После небольшого отдыха борцы вернутся к тренировкам. Следующим стартом для них станет первенство мира. Оно пройдет осенью в Испании. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова